Итак, друзья, сегодня я снова в том же самом лесу, на том же самом месте оставляю машину, вот, под таким развесистым дубом, потому что дорога все еще сырая, и я действительно опасаюсь. Только сегодня мы пойдем по известному мне пути вниз и вглубь. Тропа ведет туда, туда, туда. Сегодня хорошая погода, чистейшее небо, и в такую погоду, конечно, ожидаешь хороших находок. Но для начала хочу наведаться к грибочкам, которые мы рассматривали в прошлый раз. Они здесь у самого края. Дороги, да, на том же самом месте, на том же самом месте, только вот, посмотрите, я думаю, мы сравним с тем, что было в предыдущем видео. Плодовые тела грибов меняют окраску, постепенно, с некоторых уже шляпки свалились, постепенно высыхают, скоро здесь их вообще не останется. Вот что, например, у подножия этого дерева происходит. Видите, когда такой светлый гриб темнеет, значит, ему осталось совсем недолго. И еще одни сумасшедшие грибы. На этот раз это грибы дрожалки. Или, по-моему, англичане их называют грибы желе, потому что, смотрите, они какие на ощупь, они действительно как лизуны какие-то или как желе. И вот весь ствол этими грибами порос. Они бывают еще оранжевого, всякого какого-то белого цвета. Здесь они черные. Черные грибы дрожалки, желейные грибы. Я ничего не знаю про их съедобность, знаю только, что они довольно симпатичные и необычные. Так сходу не скажешь, что это гриб. Хорошо ходить по лесу по одним и тем же местам. Не раз и не два ходил я по этой тропе. И вот что теперь на ней лежит. Путь переградила елка, упавшая не так давно, иначе бы я ее просто знал, видел, помнил. Вот. Елка уже... Смотрите, из двух частей вот здесь у нее лежит верхушка, вот она, которая отвалилась с этой части елки. То есть при падении елка развалилась на две части. Все это весьма сурово и неприятно, когда ты находишься в лесу. А сейчас мы можем ее просто-напросто обойти. Каждая веточка этого дерева здесь. Посмотрим здесь. То же самое здесь. Здесь. Каждая веточка этого дерева покрыта серыми наростами. Друзья мои, вот если мы видим что-то подобное... Сейчас еще попробую приблизиться. Даться или нет, да. Вот такие нашлепки, наросты серо-зеленого, серого, даже иногда желтого цвета, без ярко выраженных листочков, да, каких-то стеблей. Это существо называется лишайник. Особого вреда дереву оно не приносит. Просто используют его как место, где можно закрепиться и жить. Лишайник это удивительное существо. Это одновременно и грипп, и водоросли. Точнее, их симбиоз. То есть совместный, такой совместно живущий организм. И грипп, и водоросли невозможно увидеть по отдельности. Это можно рассмотреть только в микроскоп, да и то не во всякий. О, о, о. В общем, лишайникам на этом дереве оказалось очень хорошо. И, скорее всего, это все произошло уже после гибели дерева. Повторюсь, никакого особого вреда, насколько я помню, лишайник дереву не приносит. Смотрел, что называется, посмотрел. Прошел два шага, и вот на осине, поросшим хом, сидят грибы. Одни из моих любимых. Зовут их грибы-дождевики. Бывает одежда-дождевик, бывает гриб-дождевик. Самый большой дождевик, который я видел в жизни в Орловской области, когда был ребенком. Он был размером с мячик. И я балбес, не понимал тогда ценности этой находки. Я его просто пинал, как мячик, и все. И когда я его пинал, из него шло вот что. Оп. Облачко, видите? Вот этот вот дым у грибов называется споры. И у дождевиков, когда они созревают, спор такой зеленоватого цвета. Его еще называют дедушкин табак. Попробуем теперь снять с этой стороны. Вот, видно. Это место, где он к стволу прирос. Ну давай, покажи нам свою силу, дождевик. Ой-ой-ой. Бам-бам-бам. Бам. Заглянем внутрь. И увидим такую дымящую. Ну конечно не дым это никакой. Просто порошок. Ужас. Интересно, на мне. Видите, до сих пор что происходит. На мне вырастет дождевик или нет. Вот что у него внутри осталось. Раньше эта мякоть была белая. И тогда ее кушают. Тогда бывают вполне съедобные дождевики. И снова лишайник, только на этот раз с удивительными инопланетными выростами. Насколько я помню, через эти выросты у лишайников распространяются их споры. Поскольку лишайник, как я вам сказал, это водоросли гриб или гриба-водоросль. Соответственно споры они тоже образуют, как дождевик, который мы недавно видели. И эти споры как-то распространяются. По-моему, вот через эти штуки. Простите меня, знатоки, я совсем забыл, как эти штуки называются. Поэтому я имею право назвать их штуками. Ну, например, щупальцами, да? Зеленые щупальца. А когда приду домой, я уточню, как они называются. И, допустим, после этого кусочка вы увидите это слово. Дальше, дальше. Ой, а дальше тут такая красивая речная долинка, прям ручьевая, шикарная. Течет ручей. Куда-то дальше, дальше нас заведет. Перед нами, друзья мои, елка. Причем такая большущая-большущая заслуженная дерево. Меня, однако, в ней заинтересовало место такое бедовое, не совсем приятное для этого дерева, но интересное для нас. Когда-то по какой-то причине это дерево было повреждено. Вот, видите? Торчат из-под коры кусочки высохшей древесины. И если мы приглядимся к этому месту, к месту повреждения хвойного дерева, что мы заметим? Давайте подойдем еще поближе. Я немножко так поменяю дислокацию. Мы здесь видим капельки. Вот. Дальше здесь. Видите эти капельки? Вот они. Капельки такого желтоватого, какого-то довольно мутные. Но, в общем, вполне различимые. Дальше вот здесь. Здесь просто потеки. Что это такое? К сожалению, видео не передает вам запахи. Но, друзья мои, это смола. Солнце как будто бы нарочно сюда вышло нам помочь. Внутри хвойных деревьев проходят такие трубы микроскопические, заполненные смолой. И вот если происходит повреждение где-нибудь в таком дереве, то смола начинает вытекать, и застывая, с собой это повреждение закрывает. Я всегда ребятам говорю и скажу вам. Представьте, что вот, допустим, бобр погрызет какое-нибудь хвойное дерево, а бобр не любит этого делать. Его зубы просто-напросто слипнутся, как такая мега-ириска какая-то будет. Что еще здесь любопытно? Спасибо солнышку. Покажу вам это место. Смола, она довольно липкая. Ну-ка, я сейчас попробую тут потрогать. Нет, это уже совсем застыло. Ну и хорошо, потому что ее потом с одеждой очень трудно убрать. И вот к этой смоле могут прилипать разнообразные предметы. В том числе и живые. Сейчас поиграюсь фокусом. Видите, сейчас прямо по центру такой здоровенный комар. Я не знаю, видно это или нет. Он сливается практически с корой. Я сейчас попробую еще сильнее приблизиться. Но все, я уже на границе фокуса. Вот, ножки торчат прямо по центру. Насекомое влипло в эту смолу. Друзья мои, если смола хвойных деревьев долгое время полежит при нужных условиях, допустим, когда затвердеет и каменеет, попадет в море, допустим, она может превратиться в янтарь. И в некоторых кусочках янтаря находят насекомых. И сейчас воочию мы видим, как насекомые в янтарь попадают. Вот комар неудачно приземлился, и капля на него натекла. А нам в лесу смола хороша тем, что она замечательно горит, а еще она отпугивает комаров. Поэтому я сейчас кусочки этой коры со смолой возьму, и мы ее потом попробуем сегодня разжечь, потому что будем греться в лесу довольно промозгло. Вот еще возьму. И вот здесь кусочек. Так что если хотите зажечь костер в самую неприглядную погоду, берите с собой смолу. У меня все карманы этой смолой забиты, все перепачканы. Но что делать? Дорога стала уже настоящей дорогой и ведет куда-то дальше. Последуем за ней. Секунду назад я сказал, последуем за этой дорогой вот туда. Но никуда не последовал лес. Он, как обычно, подкидывает всякие истории. Бревно. Обожаю пни. Я говорил это в одном из предыдущих выпусков. Обожаю бревна. На этом бревне есть уже то, о чем мы сегодня говорили. Это мох. Видите, похож на маленькие деревца. Есть резоморфы, опять. Такие черные щупальца. Видите? Грибные такие нити. Именно из этих нитей потом появляются ножки и шляпки. Опенка. Собственно, гриб постепенно дерево доедает. И, наконец, тут вот такой нашлепкой, посмотрите, шикарный завис. Секунду. Такой замечательный лишайник. Приблизимся к нему. Я даже не знаю, как это назвать, на что это похоже. Какое-то кружево-некружево, кусочки ткани. Посмотрите, он темно-зеленого цвета. И по краю у него такие загнутые концы кремово-коричневого какого-то великолепного цвета. Я не специалист в лишайниках, поэтому я сейчас его сфотографирую. Но у меня есть друзья, которые ими увлекаются. Профессионально или просто с детства, представляете? И я им этот лишайник покажу и попробую узнать, что это. Конечно, на дереве это выглядит просто поразительно. То, о чем я говорил, присядешь к бревну, я этого не видел раньше. До того, как к бревну присел. Наведу сейчас вам. Тут же на этом бревне лежит вот такая штучка. Смотрите. Здесь раньше был орех. Это значит, что где-то над нами, рядом с нами орешник. И, в общем-то, так и есть. Куст такого рода. От земли торчат. Растут сразу несколько стволиков. Это орешник. И вот здесь орешник тоже. Шикарное дерево, орешник. Но многих лесных жителей китает. Наконец, если мы дальше проникнем, продвинемся по этому стволу, то мы заметим вот таких странных, такие странные существа. Вот сейчас я резкость наведу. Вот они, посмотрите. Это вам загадка вообще, что это. Обожаю их показывать. Находить. И практически на каждом таком покрытом мхом бревне они есть. Подумайте сами, что это может быть. А я двинусь дальше. В одном из следующих похождения обязательно раскрою все тайны. Да я думаю, вы и так догадаетесь. Все, пора из этого места уходить. Хочешь сказать, лес хватит, остановись. Ты и так многое нам уже сегодня показал. А лес такой нет уж. Вот вам еще. Друзья, в развилке дерева какой-то темный шар. Вот он. Сплетенный из веток травы, кажется, мха и чего-то еще. Видите? Подойдем поближе к нему. Вот. Смотрите. Просто так, на дереве. Такая штука появиться не может. Значит, его кто-то сделал. А вот кто? Присылайте ваши предположения. Будем выяснять. Но уже не в этот раз. Счастливы, друзья. Выпуск испытателей природы подошел к концу. С вами был Николай Ковылов. Смотрите внимательно о себе под ноги. И не только. И в небо там наверняка будет что-нибудь интересное. Субтитры сделал DimaTorzok.